Здравствуйте! Сегодня в видео хочу затронуть тему климакса. Как легче пережить этот период, с какими проявлениями можно столкнуться и как избавиться или хотя бы сгладить ту или иную симптоматику. Климакс относится к непсихотическим, неврозоподобным, функциональным возрастным расстройствам. В зависимости от преобладания тех или иных симптомов выделяют астенический, депрессивный, ипохондрический и истерический варианты климактерических расстройств. Одним из основных проявлений астенвегитативного синдрома являются так называемые приливы. Это резко возникающее ощущение жара в теле, шума в ушах, повышение потоотделения. При этом сильно краснеет кожа лица, шеи, груди, может повышаться артериальное давление, учащаться пульс. Такие явления могут продолжаться от нескольких минут и до получаса, и переносятся они достаточно тягостно. Отмечаются приливы более чем у 50% женщин в этом периоде. Помимо этого, также часто беспокоят головные боли, быстрая утомляемость, истощаемость, различные синестопатии, то есть такие неприятные чувства давления, жжения, стягивания, ну и так далее, не связанные с какой-либо соматической патологией и возникающие в самых различных частях тела. Вторым по частоте нарушением является расстройство сна, часто с кошмарными сновидениями, которое может быть как на фоне непосредственно приливов, так и на фоне тревожных расстройств или депрессивного состояния. Помимо этого, очень часто возникает раздражительность, нервозность, колебания настроения, которые могут быть достаточно резкими и абсолютно немотивированными, плюс эмоциональная лоббильность, слезливость и в каких-то там случаях даже агрессивность. Приливы, сопровождающиеся тревогой, страхом, могут стать началом или провоцирующим фактором для панических атак, таких с чувством кома в горле, ощущением нехватки воздуха. Причем это могут быть впервые возникшие панические атаки, когда раньше в жизни такого ни разу не случалось. Что же со всем этим делают? Основным методом лечения климактерических проявлений является заместительная гормональная терапия, но она имеет свои нюансы. Во-первых, у такой терапии очень много противопоказаний. Мастопатия, эндометриоз, различная онкология, заболевания печени, желчного пузыря, поджелудочные железы, тромбофлебиты, острая тромбоэмболическая болезнь, там сахарный диабет, также если в анамнезе были инфаркты, инсульты. Во-вторых, не всегда быстро удается подобрать нужный препарат и необходимые дозировки. Ну и в-третьих, эта терапия имеет свои негативные последствия, там, начиная от постоянных головных болей, задержки жидкости в организме, то есть отечности сильной, вплоть до маточных кровотечений. Есть ли альтернатива гормональной терапии? Да, в настоящее время очень часто используется симптоматическая именно психофармакотерапия, которая должна подбираться врачам-психиатрам, но учитывая назначение гинеколога. Давайте посмотрим некоторые препараты, что для чего назначается. Первый препарат это тафизопам или он же грандоксин, дневной транквилизатор, который является прекрасным психовегетативным регулятором, то есть он устраняет различные формы вегетативных нарушений и в первую очередь помогает облегчить как раз приливы. Он уменьшает их силу выраженности и снижает частоту возникновения. Плюс к этому оказывает анксиолитическое, то есть противотревожное действие и обладает некоторой умеренной стимулирующей активностью, то есть воздействует непосредственно на астенические уже проявления. Такие препараты, как, например, адаптол или гидроксизин отаракс, также устраняют или ослабляют тревожность, беспокойство, раздражительность, эмоциональное мышечное напряжение. Кроме того, кроме успокаивающего эффекта, они оказывают еще некоторое, скажем так, ноотропное действие. То есть при длительном приеме улучшают когнитивные функции, непосредственно внимание, умственную работоспособность. То есть опять-таки направлены у нас на астенические какие-то проявления, на утомляемость, истощаемость. И при, опять-таки, длительном приеме улучшают сон, снижают частоту ночных пробуждений, улучшают качество сна. Что еще при бессоннице? Если вы не принимаете заместительную гормональную терапию, то неплохо помогает такой безрецептурный препарат, как мелатонин или мелоксин. Если же принимаете заместительную терапию гормональную, то для улучшения сна лучше выбрать такие препараты, как запеклон, он же имован, или залпидем, иводал. Хорошие французские препараты, они ускоряют засыпание, улучшают качество сна. И учитывая, что это такие именно чистые гипнотики, они не вызывают ощущения какой-то там вялости, разбитости утром после пробуждения. Если нарушения сна сочетаются с депрессивными расстройствами, то необходимо подключить к терапии какие-либо антидепрессанты седативного или же сбалансированного действия. Например, хорошо работают такие препараты, как мертозапин, ремерон, сертралин, золофт. Они достаточно быстро выравнивают настроение, улучшают также сон, уменьшают эмоциональную лоббильность и тревогу. При астенической симптоматике или там апатической депрессии хорошо зарекомендовали себя антидепрессанты, такие как циталопрам, ципромил и эсциталопрам, ципролекс. Часто депрессивные состояния в климактерические периоды связаны с изменением именно внешности, набором лишнего веса. Здесь будет уместно сделать, например, выбор в пользу применения такого антидепрессанта, как венлофоксин. У него есть такое чудесное побочное действие, как снижение аппетита. Соответственно, при приеме венлофоксина это будет способствовать более легкому контролю режима питания. В заключении, что хочу сказать, что все препараты, конечно, должны назначаться и отменяться исключительно врачом. То есть в соответствии с вашими текущими жалобами, соматической отягощенностью, какими-то личностными особенностями и обязательно индивидуальной переносимостью. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо.